Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 438. Событие дня. 2 Корифеном 3.17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 22 февраля 2017 года. И объявление. Вот написано, как он нас на молитву собирает. Просчитайте. Тормозните, посмотрите. Я просто прокручу, чтобы было видно. Тормозните, посмотрите. Мы так быстро пройдем. Ну и не давать-то тоже плохо. Люди не найдут нас. Дальше. Роман Горбунов. Я смотрю ваши ролики, как, наверное, никто не смотрит, так как работаю за компьютером и всегда фоном включаю ваши ролики. Я немного разбираюсь в психологии и не знаю, что человеку тяжело сохранять концентрацию более 40 минут. Вот почему в школах уроки длятся 40 минут. Просьба такая. Можно делать события дня по 40 минут. Еще можно под роликом писать список вопросов, которые вы начитываете с форума. Игнатий Лапкин. Можно по полчаса слушать. Просто делать остановку. Мне много лет приходилось вести занятия в разных университетах. И занятия были ровно по 2 часа без перерыва. Потом стали делать переменку в 10 минут. Последние события идут с перечнем тем, о чем идет речь на какой минуте. Посмотрите. Если бы кто-то так еще стал помогать делать оглавление, было бы неплохо. Пока он не ответил. И вот одна пишет. Татьяна. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Отправила денежку. Извините, хотела, чтобы получили в долларах. Но на Вестер Юнион сказали, что в России переводят в рублях. Никогда этого раньше не было. И вдруг стали так. Ну и, конечно, сглаживают. Будь здоров. Там 60 с чем-то рубль, доллар стоит. А тут на 54 свели. Да еще сколько снимут. В рублях будет 5449.18 копеек рублей. Пиши номер. Или пишу номер. Отправила Татьяна. Мой адрес. Для Лапкина, Игнатия, Россия, Барнаул. Отправила 100 долларов на рубли. Перевели. Получилось 5449. Отправила просим. Завтра много можно получить, если Бог даст. Живо-здорово буду, если будет возможность. То 20 числа каждого месяца буду высылать. Скоро лето. Деткам или еще на какую потребность пригодятся. Я тоже член вашего поселка, Игнатий Тихонович. Член поселка поселился. Вперед тебя. Давай. Низкий вам поклон, доброго здоровья вам, всем вашим помощникам. Надо ей поставить русскую раскладку на компьютере. Не так трудно. Игнатий Лапкин пишет. Дорогая Татьяна, благодарю и прошу выслушать и не нарушить мою просьбу. Мне очень неудобно ходить и получать в банк. Если так расположена ваша душа, то копите целый год и потом за один раз вышлите все. И еще и в том дело, что мне-то ни рубля никогда ни от кого не прислало. Это все пред Богом. Когда я был в Америке, то они мне не смогли скормить ни одного мороженого. Заметь на мне носки с дырками. Вы просто меня не знаете. Татьяна, дорогой Игнатий Тихонович, хорошо, я буду копить к Новому году. Я пришлю за один раз. Берегите себя, дорогой Игнатий Тихонович. Спасибо вам большое за ваше благовествование. Юрий Соболев. Мир, Игнатий Тихонович, неделю хожу в томительном размышлении над услышанным в одной лекции близкого нам обоим батюшки. Размышлял, написать вам или вопрос разрешится сам. Вопрос о дозволительности клятвы для христианина. Лично мое отношение к этому вопросу евангельское. Да, да, нет, нет. То есть сказал да, значит я стою на этом выполняю. Слово дано. Нет, и не упрашиваю. Нет, я все же обдумал. Но если изменения какие-то, не знал, какие-то новые данные поступили, тогда можно изменить. А не потому, что туда-сюда. И этого держусь. Ибо так говорит и сам Христос, и святой Иоанн Златоуст, и Григорий Богослов. Но все же былого покоя ныне нет. Не то, что меня себе смущает, а отнюдь. Хочу разобраться в этом вопросе до ясной однозначности. Однозначности? Ну как-то прямо. Однозначности. Помню, брат Владимир Пашенко делал ролик по этой теме. Поклон ему. О, Пашенко, поклон. Думаю, и ему будет интересно. Вот краткая стенограмма тезисов той лекции. Кавычки открыты. Разрешена только одна клятва. Клятва именем Бога. Книга второзакония. Можно ли нам, христианам, клясться? Нет? А как же обет крещения, венчание? Обет. Говорит о клятве и подставляет слово обет. Но обет и клятва это обещание. Я пообещал, что сегодня приду. Ну где клятва-то здесь? Понимаешь, какая подмена? Я ее высветил другим светом. Венчание. Где там клятва в венчании-то? Я не венчался ни разу. Священническая клятва. Есть протестантствующие, которые говорят, что православные нарушают Евангелие, клянутся, нарушают слова Христа. А я говорю вам, не клянись вовсе. Протестантствующие. То есть, они говорят по слову Божьему, все, первым делом, это протестанты, все, и говорить уже нельзя. Он заблокировал. 5.34 А как же апостол Павел в своих посланиях неоднократно заклинает? Например, итак, заклинаете я пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом. Ну, заклинаю, а где клятва? Где он клялся-то? И что означает заклинаю? То есть, рассчитывает наше. Это говорит человек с большим званием, видно. Хорошо знаем. Я догадываюсь примерно. 2.4.1 Это что, апостол Павел не понял Христа? Или все же понял? Это тебя в семинаре научили. Клятва, как обет именем Бога, дана была Моисею. А Бог не давал Моисею повеления на грех. А при чем тут Моисея, Господь? Да я говорю вам, не клянитесь вовсе. А я, а я. То есть, так можно, а теперь, а я говорю, туда надо идти. И она может быть клятвой именем Божиим. Может. Помогите разобраться. Это как роман «Воскресенье» Льва Толстого говорит. И клянется на Евангелие, в котором написано, не клянитесь вовсе. Положи руку, поклянись. Помогите разобраться, Игнатий Тихонович. Всем в опросе. Да благословит вас Бог. Я отвечаю. Игнатий Лапкин. Чтобы так вывернуть слова Христа и Иисуса, такие ясные и четкие о клятве, для этого нужно, по крайней мере, года четыре учиться в семинарии, осеменять души и мозги Осиповым галстучникам. Простолюдину же понятно без протестантов, которых тут же вернули, что если не клянешься, то ты уже и сектант. Лютая казнь ожидает такого. Лютая казнь ожидает такого? Вопрос. Матфея 5.34 А я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что оно престол Божий. Не клянись вовсе. Не клянись вовсе. Не клянись вовсе. Ну вовсе. Ничего не понятно. Вовсе. То есть никак и ничем. Иаков 5.12 Прежде всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей и никакую другую клятву. Никакую другую клятву. Никакую другую клятву. Я не знаю, какие тут еще надо добавочные слова сделать, чтобы эти слова выделить. И увидели никакую другую клятву. Ну, я давай покажу дальше. Так понятно? Никакую другую клятву. Никакую. Их все не перечислишь. Но да будет у вас да-да и нет-нет. Но Яков понял или не понял? Он точно повторяет? Дальше. И чтобы оправдать ненужную и крайне вредоносную священническую клятву, вернули тут на подмогу этой немощи и венцы, и прочие обещания. Святой Иоанн Златоуст. Клятся дело дьявольское. Том 1 стр. 56. Ну так будем признавать, это дьявольское дело или нет? Клятся не следует ни в правде, ни в неправде. Том 4 стр. 126. Том 1 стр. 134. Том 4 стр. 831. Том 2 стр. 66. Том 3 стр. 2-3. Том 12 стр. Потише маленько. 126. Том 2 стр. 175. Это нужно год издание указать еще, потому что есть разное. Да, давай. Клятва даже самое справедливое. Зло. Том 2 стр. 257. Воздерживаться от клятвы полезнее поста. Том 2 стр. 67. Привычка клятся не имеет никакого извинения. Том 2 стр. 127-175. Я обещаю истребить ее, говорит Златоуст, в течение 10 дней. Том 2 стр. 233. Не оставившим привычку клятву, Златоуст угрожает отлучение. Том 2 стр. 235. Том 7 стр. 501. 132-я. Том 9 стр. 94-я. Употребляющим клятву запрещаю приступать по рукам церковной. Ой-ой-ой. Том 9 стр. 84-я. Том 11 стр. 20-я. Так это я взял маленькую часть. Не Примасилина, не Василия Великого. Я ему как сыпанул вот это в горшок-то, говорит, и закипело все. Дальше. Игнатий Лапкин. Теперь Павел говорит, я заклинаю. Я беру из словарей. В Википедию зашел вчера. Все. Что? Заклинать. Кого-то. Что? Первое. Настойчиво умолять о чем-то. Во имя чего-то. Что-то высокое, не знаю. Да. Третье. Памятью отца. Второе. Кого что? В старых народных представлениях. Подчинять себе, произнося магические слова. Издавай магические звуки. Третье. Духов. Три. Злые силы. Три. Змей. То есть заклинать змей, чтобы подчинялись. А где Павел клятву-то давал? Нету. Смысл-то слова-то. Совсем оклятву-то даже там и нету. Речи нет. Я просмотрел все. Все словари, Ожигово, другое нигде нету. Откуда попы взяли? И окармлять. Слово окармлять написано перекармливать. Отравлять. Другого значения нету. Они даже слова истина, истина, Господь говорит, говорят, тоже это клятва у Господа. Понимаете? Все извратили вот так. Обезумели. Юрий Соболев, отвечу так. Змей. Змей. Применять особые приемы, создающие видимость того, что змея подчиняется магическим словам. Юрий Соболев. Вопрос разрешен окончательно и однозначно. Восписательный знак. Мир и уверенность по этому вопросу у меня ныне. Сердечно обнимаю и благодарю, дорогой Игнатий Тихонович. Вы ежедневно мои молитвы. Храни вас Господь. Вот и весь ответ. Зазомбировал его, уходит. Наталья Че. Книги дошли, но придется еще два дня ждать. Почта на праздники будет отдыхать. Лизкий вам поклон. Ну вот отправляли когда все. Ну неплохо получилось у нас. Книги отправлены, книги получены. Даже неделя неполная прошла. Дальше я показать хочу наши ресурсы. Какие есть. И дальше начнем вопросы и ответы. Ну в первую очередь самая у меня драгоценная. Это мой мир. Я очень люблю ее. Мой мир. Сюда я перенес одну сегодня. Это за сегодня. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Шесть было поставлено. Роликов на ютубе. И шесть я перенес и все закачались. Вот это и. Видите как хорошо получилось. Теперь. Опять. Было много посещаемость. Вот сколько. Ну да. Вчера пятьсот тридцать было. А сегодня опять побольше. Что-то с трехсот пятидесяти начали уходить. Наверное среднее теперь будет четыреста посетителей. Ну это уже постоянная регистрация. Вот оно как выглядит наш православный форум. Здесь материалы огромнейшие. Просто огромнейшие. Никита убедился в этом? Да я еще даже и малую часть не увидел. Тысячу шестьсот тем. Тысячу шестьсот тем. Дальше. Вот ютуб. Это я ночью вставал. Вставлял их. Что тут получилось? Какие посещения? Сторок пять человек пришло. А вот комментарии. Дело было в Потеряевке. Уже девяносто восемь. На Афанасию. Вчера когда записывали. Валентина Пилинь. Из Украины. Белая церковь. Попросила прокомментировать. Я прокомментировал. Но получилось. Видишь. Хороший комментарий-то. Ну хорошо. Ну и. Последний. Самый тяжелый. Многотомный. Сайт. Библейский православный сайт. И самое ценное. Здесь не выскажешь сколько всего есть. И фильмы. И фотографии. И мои проповеди. Больше тысячи триста проповедей. В аудио. В видео. Сейчас какой-то человек нашелся. Эти проповеди берет. И на мой мир переносит. И они там расходятся везде. Такое вот есть. Сейчас мы смотрим. Тема Христос. Вот мы. По папкам разобрана. О Христе. Вопросы. Которые мне задавали в университетах. Ну и в разных местах. Где я вел занятия. В школах. По радио. И вот сейчас мы это все озвучиваем. Засчитываем. Говорят. Люди совсем не хотят считать. А так они все-таки прослушают. На фон. Вот как говорит один. Фон создается. Вопрос 905. Третий том открытым окон. Первое. Коринфянам. 1.25. Потому что немудрое Божие премудрее человеков. И немощное Божие сильнее человеков. Как это понимать? Немощное. Интересно как. Я считал всегда, что немощное. Да. Я новенький, видать, сделал что-то. То есть ты любишь изобретать что-то. А я тебя просил не изобретать. Боюсь того изобретательства. Давай. Ответ. В начале о видимом мире. Мире предметов. Вещей. Явлений. Хотя здесь апостол Павел и говорит. Немудрое Божие. В действительности это всего лишь слова. Приспособленные к нашим неверным понятиям. Понятно. Это я отвечаю как. Слышишь? Немудрое Божие. Нет немудрого. Это Павел говорит, что вам кажется обычное, привычное. Мы привыкли так брать вещь. Но не мудрое. Ну что тут дерево-то. Но там молекулы. Там уже разобрано-разобрано. Там движение какое идет. Брованово. Дальше. У Бога все прекрасно и страшно премудро. Как в растительном, так и в животном мире. Еще до изобретения компьютеров такого малого формата. А когда работали на электронных лампах, писали, что 10 нервных клеток человеческого организма, едва ли видимый в простой микроскоп, выполняет ту же работу, которую может выполнить электронная машина, величиной с четырехэтажное здание. В любой клеточке любого живого организма, потребляющего пищу, происходит вихреобразный обмен веществ, по сложности своей, тысячекратно превышающий любое химическое предприятие. А мы в этом чуде живем, плывем, привыкли и почти ничего не замечаем. И самое незначительное открытие таинственных законов Божьих при открытии краешков, краешков таинственной завесы сокровенного, приводят в восторг ученых мужей. И они отмечают наглеца Нобелевской премии. А как изобретение было? Все считали это невозможно. А я решил, что возможно. И получилось, говорит, и Нобелевская премия. Что проще смерти? Ну вот Господь своей смертью, столь обыденной, по мнению даже грубых римских воинов, спасает самых погибших, падших и развращенных, и делает их из волков агнцами. Люди придумывают различные способы исправления нравов. Над этим работают великие умы гуманистов, заботятся о продлении сроков жизни, хотя бы на один день. И вдруг смерть Христа. Что проще незначительной смерти? В ней нет никакой мудрости, но смертью своей он попирает смерть и воскрешает цитлевших во грехах. 1 Коринфянам 1, 25. Потому что немудрое Божие премудрые человеков, и немощное Божие, немощное Божие сильнее человека. Все-таки немощное в тебе крепче сидит. Ну ладно. Так, о чем нужно говорить здесь? Давай. Немощное. Немощное. Ну и сделаем Христос. Немощное человеков. Ролик, а заглавить. Не ролик, а файл. Я сейчас вспоминаю, вот здесь же я сидел и писал, когда стихотворение одно. Второе, его оторвать надо отдельно. Никак не могу. Я бы одно все это писал. А потом, как разделить, тоже не знаю. И все это писал. И даже сейчас удивительно. Неужели я это все не знал? А сейчас маленько, ну что-то знаем, как переключить, а файл сделать новый. Маленькие ответы были. Почему? Мы сейчас увидим. Почему? Я не скрываю их. То есть разные моменты были. Это в техникуме, в школе. У меня ученики везде были хорошие. Плохих не было нигде. Вопрос 906, третий том, открытый моком. На Нимбью Христа пишут три буквы. Что они означают? Ответ. Это означает сущий, то есть иегова. Произносится он. Или что там? О, он по-русски. Он. Где он, малыш? Русские люди придумывают приводить это так. Он Отец наш. Он Отец наш. Этим показывается, что он, Откровение 1.8, Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет, Сидержитель. Он вечен и безначален, всегда существует. На Нимбью святых и у Божьей Матери никогда ничего не пишется, постоянное неизменное состояние только у Бога. Это и подчеркивается на самом Нимбе, означающем святость. Знала? Нет? И дальше? Иногда на иконах рисуют святителей, строивших храмы с храмом в руках, мучеников с крестами в руках или чаши. Но внутри образа, на груди изображается только Христос, как на иконах Божьей Матери. Видите, вот ответ. Вот тут как будто не касается спасения или еще. Так, Христос. Надписи. На иконах. Так. Идем дальше. Вот теперь побольше. Маленько. Видите, какие большие. Там ответы самые большие будут в несколько страниц. Просто большие-большие ответы. Ну, мы уже проходили большие ответы. Дальше. Вопрос 964. Третий том открытым оком. Гонителя Савла, шедшего в Дамаск, встретил Христос. И он говорит, кто ты, Господи? Если он сказал, Господи, разве это не было ответом, что перед ним Христос? Ответь, я не 9.5. Он сказал, кто ты, Господи? Господь же сказал, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна. В русском переводе слово Господь переводчики иногда ставили как Господин. А иногда оставляли Господь, помогая нам сразу же разобраться, о ком идет речь. Но в оригинале всегда стоит слово Господин, в смысле Владыка. И Савл спрашивает сильнейшего себя. Я признаю твою победу. Ты, Господин, надо мною. Скажи твое имя. Понял как? Ответы какие? Дальше. Опрос 965. 1 Коринфянам 11.33.34 Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Совершенно непонятно, о чем здесь сказано. Разъясните. Это записки мне поступали по записке. Ответ речь идет о вечерях любви Агапах. Не причастий. Все еще было в начальной стадии в церкви. Все еще было. Хотелось во всем подчеркнуть свое единство. Как в коммуне. Едим вместе. Живем вместе. Как в городе солнце у Кампанеллы. Но это не пошло. Сразу же появились любимчики. Кому-то лакомый кусок. Кто-то ближе к раздаточному бачку. Богатые христиане приходили со своими слугами. Занимали определенную часть зала и трапезничали. А кто-то, задерживавшись дома, опаздывал, думая, хорошо отужнуть в общем собрании. Но пришедшие раньше уже подмели крошки. А подошедшие к шапочному разбору были недовольны. И начался ропот. Эти Агапы вскоре кончились. Деяние 6.1 В эти дни, когда умножились ученики, произошел у еленистов ропот на евреев. За то, что вдовицы их пренебрегами были в ежедневном раздаянии потребностей. Вот как это дело выглядело. Ну и все. Пиши. Подписывай. Христос. Тире. Агапы. И мы опять заходим и ищем. Видите, какие вопросы задают. Вот выйти на кафедру, это не просто так. Тебе придется потрудиться над этим. Вот я теперь переношу это. Так, на 20-й шрифт ставлю, чтобы побольше считать. Хорошо. Вопрос 968, 3-й том, открытый моком. Лука 23, 43. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю. Ныне означать сегодня. Но Христос после смерти телесной до своего воскресения три дня был в аду. А как же разбойник? Видите, как вопрос. Раз ныне, то Христос сам должен быть со мной, это в раю. Ответ. Христос есть истинный Бог, истинный человек. Истинный Бога человек. Это означает, что Он бесконечен, безначален и не имеет причины. Он равен Отцу, как Бог. А как человек Он имел тело, ограниченное местное пребывание. И этим телом Он был погребен Иосифом и Никодимом. Человек состоит из тела и души. И Христос, как человек, рожденный Девой Марией, состоял из тела и из души. В эти три дня после казни тело Его охраняли воины. Его человеческая душа, ограниченная пространством местного пребывания, находилась в преисподних местах земли. А по божеству в это время Он находился и в гробнице, и в преисподней, и в раю, и всюду. Лука 12, 23, 43. Ныне же будешь со мной в раю. Со мной по божеству. Сегодня же, в эту пятницу. Вот так. Христос в раю и в аду. В раю и в исподнюю, так сказать, душу. Всюду и везде. Видишь, когда знаешь, тогда тебя это не смущает. А человек не знает, его смущает. Вот вопрос теперь. Ну, сейчас запишем. Как мы быстро это сделаем. Пошел. Вопрос 1031. Третий том «Открытым оком». Воскресшем теле Креста. Есть ли кровообращение? И что стало с ранами Христа? Ответ. Сначала рассмотрим, какими должны быть верующие спасенные, достигшие Царства Небесного. Будет ли у них кровь? 1 Коринфянам 1550. Видишь, какой ответ надо взять? По слову Божию. А я знаю, что любой священник, он начнет такой плетень городить, который только и скажешь, не веди в искушение. Ну, открой по Писанию. Он говорит, а где возьмет? Вот считай, сколько мест Писания я буду открывать, которые покажут ответ. Не я дам ответ. Дух Святой. 1 Коринфянам 1550. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Вот ответ. Второе. 1 Иоанна 3.2. 2 Возлюбленные. Мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что. Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Святые толкования начинают с буквы О. Подумать, стараш. Одно место-то я нашел толкование. Это самое удивительное. Филиппийцам 3.12. Третье место, да. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь. Не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус? До этого состояния. 1 Коринфянам 2.13. Что и возвещаем не от человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным. Матфея 22.30. Ибо воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Никакой их крови нету. Лука 20.36. И умереть уже не могут, ибо они равны ангелам и суть сыны Божией, будущие сынами воскресения. Согласно даже этих только немногих мест, в Священное Писание делаем заключение, что кровообращения в Царстве Небесном нет ни у кого, но раны Христа остались явными, зримыми. Захарий 12.10. А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залют дух благодать и умиление, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Иоанна 19.37. Также в другом месте Писание говорит, воззрят на того, которого пронзили. Вот и отвечай, 10 мест из Библии только, 10 мест. Дальше. Творим ли мы добро, или сеем ложь и зло, коли сын добр, отец восхвален в сыне, коль зол хулык лимо и на отца легло. Мир скор на суд и медлен на хваление, за зло детей винит отца всегда. Мы дети Бога, мы его творение, да не забудем это никогда. Вы миру свет, сказал Христос однажды, да светит свет наш всюду для людей, чтобы, видя свет тут, ощутили жажду, хвалить отца отцов, любить царя царей. Вера Кушнер. Вера Сергеевна оставили такие вот так вот. О чем здесь? Плоть и кровь ненаследуют. Христос, плоти и кровь. Еще вопросик один возьмем. Ctrl-S, переносим в Word и увеличиваем, чтобы можно было считать. Все, вперед. Вопрос 1201, четвертый том, открытым оком. Вы чаще употребляете Господь, чем Бог. Есть ли существенное различие? Вот отвечай. Я знаю, я читал. Да. Ответ Господь по-еврейски Адонай. Это слово часто встречается в Библии и соответствует еврейскому Егова, да, вечный, сущий. А, и Адон, Господин. Бытие 18.3, 39.2, исход 4.10. Этому слову в греческом тексте Нового Завета соответствует кириос, который относится как к Отцу, так и к Сыну. Иоанна 20.28, Деяние 10.36, Откровение 1.8, 19.6.6, по 16. Слово Бог употребляется во всех религиях и даже безбожниками. Слово же Господь свойственно было Израилю. Это слово более конкретно указывало на единого Бога Егову. Бог во всех книгах Ветхого Завета мы находим два главных названия божественной сущности. Элохим и Егова. Элохим есть множественное число от Эль или Элуах, арабский Аллах. Под этим именем Бог открывается Патриархом. Бытие 17.1, 28.3, Эль Шадай. Бог всемогущий. Это одно и то же. Это я все из словаря Ньюстрима, из других Никифора там брал где-то дальше. Ее побивали камнями вопрах, ее на кресте распинали, гнаили в темницах и жгли на кострах. Или вам на седине давали. Но в тайные щели, как луч золотой, как воздух, она проникала. Ей дано великое имя Любовь, она ко Христу нас призвала. То пошлость, то глупость людская стеной повсюду ей путь преграждала. Но в тайные щели, как луч золотой, как воздух, она проникала. Из мрака неволи и пепла костров сильна и прекрасна вставала. И ржавые цепи срывала с рабов, а тяжкого сна пробуждала. И путь на Голгофу во мраке мирском она пред людьми озаряла. И в сердце холодном, порочном людском счастливую жизнь создавала. За правду святую нетленный венец в подвалах, в дворцах предлагала. И раны разбитых и сирых сердец дыханием своим вращивала. В молитвах глубоких и в чистых сердцах за мир она грешной рыдала. И в селах, и в градах, в ущельях, в стенах людей ко Христу призывала. О, если б на миг ты оставила нас, холодных, жестоких, презренных, Исчезла бы радость, и свет бы погас в сердцах наших злых и надменных. О чем? Господь или Бог? Христос. Господь и Бог. Следующий вопрос. Вопрос. Копируем и уходим на вордовскую страницу. И теперь удобно будет засчитывать. Видишь как? И компьютер, и видео сработает. Дальше. Вопрос 1202. Четвертый том открытым оком. Третий был том все время, сейчас четвертый. Если Бог есть, то почему Он не исполняет наши просьбы? Ответ. А почему Он должен их исполнять? Он и так дал нам все необходимое для жизни. А далее мы должны решить, как этим распорядиться. Что нам об этом говорит Библия? Иаков 4.3. Просите и не получайте. Потому что просите не на добро, а чтобы потребить для ваших вожделений. Матфея 6.8. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужды, прежде вашего прошения у Него. Римлянам 8.26. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас, воздыханиями неизреченными. То есть, почему Бог не отвечает на наши просьбы? Вот я отвечаю. Римлянам 8.28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 2.4. При засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле. Лука 11.13. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. 2 Петра 3.9. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медленнее. Медлением. 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 Ну, долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Господь знает, в чем мы имеем нужду, прежде нашего прошения. А когда дать это, знает Он лучше нас, и мы должны Ему довериться и благодарить, получим или не получим. Миру топал во мгле глубокой, в цепях метался и стонал, и лишь вдали звездой далекой отрадный свет во тьме сверкал. Тот свет, надежда искупления, и жадно ожидал народ, когда великий вождь спасения свой светоч над землей зажжет. И Он пришел, Христос Спаситель, Он жил с людьми, Он их учил. И что ж, Божественный Учитель, людьми слепыми распят был? Натсан Семен Яковлевич, 1878 год. Да, Семен Яковлевич Натсан. 27 лет жил, умер в чахотке. Христос, папка. 24. Ответ на молитвы. Вот теперь опять открываем вопрос. Вот большой вопрос и большой ответ. Вот представь, сколько вопросов и ответов, и приходили преподаватели, и ректор университета, и все. Повторно не было, чтобы непонятно. Полный ответ. Считаем. Уже пятый том. Прос 1203, пятый том открытым оком. Вы говорили, что называть Богородицу Христа Родицей считаете более точно. Но святые отцы особо подчеркивали, что Богородица родила именно Бога, Боя Человека, плотью. А не потом Бог нравственно соединился с человеком, как учил Нисторий. Святой Григорий Богослов даже говорил, кто не исповедует Марию Богородицей, тот отлучен от Божества. Что вы на это скажете? Ответ. Я исповедую во всех молитвах преснодеву Марию. Матерь Христа Бога нашего, как Богородицу. И это исповедание подтверждаю ежедневным чтением утренних и вечерних молитв. И никогда нигде я ее не называю Христа Родицей. Потому что я нахожусь в православной церкви. Но у меня есть свое мнение. А мнение это не носовой платок. Оно внутри человека. И согласно Слову Божию может утверждаться или истребляться. Посмотрите по Библии. Что включает в себя слово Бог? Безначален, всемогущ, всезнающий и прочее. В Библии насчитывается около 500 имен Божьих. Только в одном псалме, какие названия ему находит псалмопевец. Второе царство 22.3. «Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, урок спасения моего, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, от бед ты избавил меня». Видишь, сколько названий дает ему. Ты что, щит мой, урок спасения, ограждение мое и убежище мое, спаситель мой, ну и избавитель от бед еще. Шесть названий в одном стихе. Псалом 143.2. «Милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой. Все Божьи свойства, указанные выше, и остальные, присущи Богу безначально и бесконечно. Все люди, которые что-либо от этого имеют в себе, какими бы они ни были, подвижниками и святыми, получили от него, как от самосущественной доброты и благости». Самосущественной. Самосущественной любви и святости и тому подобное. Бог ниоткуда и ниот кого этого не получает. И поэтому все эти качества, свойства никто не может ни родить, ни создать. Они могут только происходить, как производные от него, от Иеговы, сущего, безначального начала. Иоанна 1.1.3. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Римлянам 11.36. «Ибо все из Него им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь». «И грехов наших воссел одесную престол и величие на высоте. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед Ним наследовало имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, Ты, Сын Мой, Я ныне родил Тебя, и еще, Я буду Ему отцом, и Он будет мне сыном, так же, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и да поклонятся Ему все ангелы». Вводит во Вселенную. Какая Вселенная-то, если еще нигде нет? Вот еще одно доказательство. Во Вселенную. Вселенная есть. Не просто звездочка висит, а Вселенная. И Павел говорит об этом. «Божья Матерь, Преснодева Мария из колена Иудина, из рода Давидова, является созданием по благости всемогущего удостоившейся быть Матерью Иисуса, Спасителя мира. Через нее Бог, Сын Божий, воплотился, родился как человек. Родился не Бог, а явился во плоти. Всякое другое понимание есть ересь». 1 Тимофея 3,16. «И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верой в мире, вознесся во славе». Она родила человека, в котором божество, вторая ипостась Троицы. Она родила Иисуса, известного как Иисус Христос. Святые отцы потратили три столетия на то, чтобы утвердить учение Святой Троицы и слово единосущие. Вся трудность заключалась в выражении, ибо слабая человеческая мысль имеет еще меньше, чтобы выразить то, что уже доходит до понимания. Но как выразить словами то, что невместимо в человеческое понимание? Сам символ веры многократно менялся, и существует множество его вариантов. И это все говорит о немощи человеческой природы, когда мы пытаемся богословствовать о непостижимом. Бог показывает себя только со спины, заднюю часть, а люди, сами не будучи участниками этого явления, пытаются четко изобразить лицо. Задача их изначально невыполнима. Исход 33, 23. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо тебе. Вот так. Третье царство, 19, 12. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь. Иов 4, 16. Он встал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими. Тихое веяние, и я слышу голос. Мое личное мнение согласно Слову Божию, и это мнение я никому не навязываю и не проповедую. Но меня спросили, и я отвечаю. Человек может жить в определенных условиях всю жизнь, в одних и тех же. Одеваться в определенную одежду, питаться определенной пищей. Он может прожить жизнь вполне пристойно, всем довольный, и ничего не изменять в том, что было на нем и вокруг него. Но если его спросят, считает ли он все окружающее наилучшим, то человек может выразить свое мнение по всем вопросам и показать. И даже доказать, что если было бы по-другому, то это было бы вернее и лучше. Мы привыкли постоянно повторять «Дева Мария». Но слова «женщина Мария», «жена Мария» режут наш слух. Эти слова совсем не отнимают от нее ее преснодевство. Галатам 4.4. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Весь Новый Завет нигде ни одним словом не обмолвился о величии Богородицы. Иоанна 19.26. Вопрос. Весь Новый Завет нигде ни в одном слове, ни один апостол, ни возлюбленный ученик, никто. Ни разу. Иисус, увидев мать и ученика тут стоящего, которого любил, говорит матери своей, «Жена, си сын твой». Жено, значит, женщина. И это самое свидетельствует, что си вопрос не главный в деле спасения. Святые отцы по многим вопросам разнились друг к другу. И даже в вопросе исхождения Духа Святого понимали близко к тому, как понимают католики. Я видел во сне, как враги бичевали Христа. Свистели бичи, умирала во тьме красота. По телу страдальца кровавые струи текли, а женщины слабые плакали тихо вдали. О, как был унижен! О, как был извязан Христос! Кто миру спасение, любовь и надежду принес. Из тела святого куски вырывали бичи, глумились над Богом безумцы, слепцы, палачи. Вот воин рукой взмахнул над Христом, что есть сил. Не вытерпел я, и его в содрогании схватил. «Чего ты хватаешь?» — он крикнул, бесстыдно грубя. И вдруг обернулся, и сразу узнал я себя. Глаза и лицо — все мое! Неужели это я? И острый плед для бичей. Неужели моя? В холодном поту я проснулся, а вокруг темнота. Так значит, я жизнью свою терзаю Христа. Любите друг друга. Любите друг друга. Вот тут любите. Да надо маленько соображать. Ведь это крестовые слова, но лишь суетой забита моя голова. Терпением спасайтесь. Но я не умею терпеть. И резкость моя, как ременная, жгучая плеть... Ременная, ременная. Ременная. Ну ладно. И нежность, и кротость — вот признак хороших людей. А я очень часто не лучше, чем гнусных злодей. Мне нужно быть агнцем, а я как рыкающий лев. В душе через твелы не дал урожай посев. Как в зеркале верном увидел себя и во сне, о Господи, что же для радости надобно мне? И Бог мне ответил, безмерно моя благодать, что праведным быть, надо слово мое соблюдать. 65-й год. Родион Михайлович Березов. Дальше читать. Как ни странно, благотворная перемена в жизни и литературной деятельности писателя Родиона Михайловича Березова, когда он 15 лет назад искренне обратился ко Христу, подверглась яростной критике многих соотечественников эмиграции. Некоторые из них по нерасположению и зависти к нему пытались умолить бесспорный поэтический талант. Другие приписывали его евангельскому творчеству, корыстолюбивой мотивы и честолюбие. В своих обвинениях, не гнушаясь клеветой и даже доносами. Вот я считаю, почему я поместил это, потому что это все мое. На меня так же вот. Это попы нападают, клевещут. Но к чистому грязь не пристает. Этот сборник стихотворений, все новое, страница 124-й, выходит в Канаде. Каждый год из-под его пера появлялись внушительных размеров книги, основанные на богатой библейской тематике. В изысканной стихотворной форме певец истины передал все евангельские повествования в произведении «Окно и Евангелие». Так, о чем здесь? О чем там здесь? А? Ну-ка, давай посмотрим. Христос. Так, Христос. Христос. За меня обвиняют в этом, что я сказал. Все. Ох, такой вопрос маленький, и ответ небольшой. Ну, приходится его отдельно выделить. Это вопрос. Человек писал на бумажке, прислал мне. Я стою там за кафедрой. И суть считает Дебунов, а я только отвечаю. Вопрос 1221, 4-й том, открытый МОКО. Что значит, означает слово «ты говоришь», «вы говорите»? Лука 22,70. Ответ. Иоанна 18,37. Пилат сказал ему. «Итак, ты царь?» И Иисус отвечал. «Ты говоришь, что я царь». Лука 22,70. И сказали все. «Итак, ты сын Божий?» И отвечал им. «Вы говорите, что я». И исследователи находят, что это тогдашняя форма речи, означающая согласие. То есть, ты это сказал, значит, знаешь, что говоришь. Пусть будет так. Вот какой ответ. Так, о чем? Ты говоришь. Христос, ты говоришь. Дальше мы переносим и переносим в одно место. В разные папки только. Теперь 20. Все. Поехали. Вопрос 1254. Четвертый открытым локом. На ваших объявлениях о занятиях в АГТУ есть большое изображение Лика Спасителя. А эти объявления расклеиваются везде. На столбах, заборах и так далее. Рядом с ними очень часто неприличные изображения и объявления. Разве это не грех по отношению к этой иконе помещать ее куда попало? Вот даже как припах повреждать. Я отвечаю. Ответ. В мусульманских странах издан закон, запрещающий бросать в урну газеты, в которых напечатано имя Аллаха или его пророка Магомета. У них вообще нет изображений. И за любое слово, которое им не понравится, они могут отрезать христианину голову. У христиан таких законов никогда не было. Изображения, иконы, кресты находились всюду и очень часто осквернялись. Каждый понесет свое бремя. Когда смутьяны в городе Антиохии не извергли статуи Феодосия и влачили их по грязи, то наветники очень... Наветники. Ну какие наветники? Может быть, навильники? Ну, наветники. Наветники. А слово навет. Наветники. Наветники. То есть, жалобщики. Но очень хотели, чтобы император казнил этих революционеров, указывая на то, что лицо оператора все было забрызгано грязью. Он же, как свидетельствует Иоанн Златоуст, уже обо всем этом выслушал объяснение епископа Флориана. Улыбнувшись, пролил рукой по своему лицу и сказал, «Нет, оно у меня чистое». Тем более, это касается самого Спасителя. Если проповедь должна звучать во время и не во время, и по всему лицу земли, в любом месте, а иконы есть безмолвные проповеди, то это одно и то же. Проповеди часто прерывались в хулуе на Спасителя, страшными поношениями Божьей Матери. Человек свободен в своем волеизъявлении по отношению к Создателю, но каждый понесет свое время. Сегодня изображения Христа и Божьей Матери продаются и на календариках, в киосках, где могут быть самые непристойные открытки. Народ-осквернитель из храмов устроил туалеты, как во времена Льва и Саврянина. Гнойное поколение капронимов еще не вымерло, но ли Христа светил и чист. Сегодня передают о том, как спиливают, уничтожают и оскверняют установленные недавно кресты, взрывают памятники царям. И на каждом в шабаше колдунов и ведьм ежедневно совершается кощунство над перевернутым распятием. И Бог это попускает. Вот весь ответ. Ну, вот ты вот задал этот вопрос. Доволен будешь ответом? Доволен. Доволен. Тут видишь, сколько и златоусты, и плавианы, и пеодоси. Ну, конечно, надо знать. Пиши Христос. Дальше. Изображение на столбе. Изображение? Какое изображение? Изображение Христа, конечно, на столбе. Все. Это вопросы у меня, записки такие. Вот так. Ctrl-S. Закрыть. Войти. Вставить. Заактивировать. Какие слова у меня? Увеличить. Все. Поехали. Вопрос 1261. Четвертый том. Открытым окон. Я сказал встречному знакомому Христос воскрес. А он ответил. Спасибо. А татарин. Татарин, он говорит, сказал Христос воскрес. Он, ай, Христа, молодец. Ответ. Я не понимаю, при чем здесь я? Если это вопрос ко мне, то я скажу, что я верю, что Христос воскрес. И на это приветствие нужно отвечать. Воистину воскрес. То есть, действительно и несомненно, что его во гробе нет. И вот действительно явился ученикам. И они действительно могли осязать его. Матфея 28.9. Когда же они, когда же шли они возвестить ученикам его, Иисус встретил их и сказал, радуйтесь. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Иоанна 20.27. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри на руки мои. Подай руку твою и вложи в ребра мои и не будь неверующим, но верующим. Вера в воскресение Христа это основа и краеугольный камень. 1 Коринфянам 15.1.4. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовестовал вам, которое вы и приняли, которым и утвердились, которым и спасаетесь. Если преподаны, удерживайте так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. То есть, все это было предсказано. Слово «спасибо» не христианское, не евангельское слово. Им не следует пользоваться, а нужно говорить «спаси Христос», «спаси Господи», «благодарю». Некоторые это слово «спасибо» расшифровывают так «спаси Бог». Иные говорят, что это слово произошло со времен татаро-монгольского ига, когда падали перед завоевателями и говорили «спаси Баай». Лично я считаю, что самое лучшее слово благодарности «спаси Христос», которое четко называет имя Христа. Сегодня для неверующих имеет особо притягательную силу без всяких переходных моментов с этого слова начинать проповедь об Иисусе. В моей жизни это случалось многократно. Есть сказки, где волшебная дверь открывается при произнесении имени волшебника. Для нас, христиан, именем, отверзающим двери, царствие Божие и сердце, людей является Христос. Ответ встречного знакомого можно рассматривать как благодарность, что вы напомнили ему об этом чуде – победы жизни над смертью хотя бы одного. Хотя в контексте ответ выглядит непривычным, но он может быть истолкован нами очень положительно. «Спасибо, слава Тебе, Боже, что хотя бы один человек сегодня мне напомнил об этом. Благодарю Тебя, хорошо знакомый мне друг, что мне, смертному, живущему на мировом кладбище среди живых мертвецов, Ты напомнил об истинной победе над тьмою, что есть надежда жить вечно. Я так рад, что Ты напомнил мне об этом». Как смотреть на это? Я надо, подожди-ка, добавлю еще, а ты это можешь закрывать. Напиши «Христос» и «Спасибо». А я пока расскажу, как слово «надо же не спаси, Господи, а спаси Христос». Мы на одной станции пересадку делали, а мы всегда ездили в отпуск, не один человек, а 6-8 человек обычно. И получилось так, нам делать пересадку от ветвления, в другое место приехать и сесть. А билет-то у нас уже купленный-то. Но в Москве мы сделали остановку и пометили, что остановка сделана. А остановку можно делать только одну. И нам она говорит в кассе, говорит, у вас билет-то пропадает, вы остановились здесь. А мы говорим, как? Так у вас остановка там записана на билете, это была уже. А что теперь? Ну обратно надо поезд езжать и куда едете, куда вам надо в сторону съехать, а не поедете. А поезд уже пошел. Теперь все, мы ни туда не поехали, ни сюда. И вдруг тормоза, поезд останавливается. Но останавливается наш вагон третий был, но мы сели в тринадцатый. Но сели, а время-то уже вечернее, уже темняется или темно уже было. И мы со своими сумками-то тащимся и проходим через ресторан. Вагон-ресторан называется. И там уборщинство убирает. Куда идете, то нельзя проходить. Мы говорим, нам билет на тот вагон. Ну видите, мы идем. И так громко говорим. За нами идет Саша Долгов и говорит, спаси Христос. А в это время директор, она спит, директор ресторана, и что-то ей, видимо, БХС там снится. И вдруг она слышит Христос. Она открыла и в дверь мы видим, а где Христос? Да вон они, Христосики, говорят, пошли. Это они. Мы дальше прошли, нашли свое место, опять сели на то и расположились. Утром они идут своими сутками, еду предлагают и к нам подходят. А это вы вчера ночью шли. Мы говорим, мы директор ресторана вас приглашает к себе. А зачем? У нас пост сейчас. Но она очень просила. Ну мы так порешили и пошли. Кто-то остался, я пошел, с несколькими человеками-то. Пришли. Она, это вы вчера говорили о Христе, а вы не могли бы рассказать побольше что-то? Могу. Я в этот день 4 часа проповедовал в вагоне. 4 часа непрерывно. И в это время один подходит, мужчина, так, агитацией перестаньте заниматься, а то я вам найду на несколько икорочки показываю. А директор увидел. Она вот так буквой Ф в руки подошла. Ты сотрудник, он назвался, сотрудник органов КГБ. Да какой ты сотрудник? Ты вчера у меня на карачках выпал степленький отсюда. Извините, галантно так и сел. Ну и когда мы все поговорили, она говорит, ну чем вас угостить? Я говорю, да у нас пост. А у нас, говорит, батюшки вчера ехали, великий пост. Так они пили, гуляли, говорит, и мясные котлеты ели, все. Я говорю, ну батюшки, они, может быть, так делают, а нам не положено. Ну а что бы вы хотели? Ну я говорю, картошку нечищенную вы можете сделать? Ну такая, чтобы она не переварена была, а чтобы нож только входил. Сделаем. И вот мы пока были, они уже сварили. И эту картошку, большое блюдо, я вот так на руке иду, как донайские дары, несущие вагоны свои к себе. Вот что значит, Христос. Христос слово было сказано, и вот что получилось. А если бы сказал, спасибо Бог, или спасибо, никакой роли бы не было. Ну, значит, что, закончилось все. Ну, во славу Божию. Слава Христу. Так, это, слушайте,